гвардейцы вот они лично охрана сегодня бабушку чуть не порвали она короче в эту комнату зашла когда она выходила они выскочили зала обе это мои защитите телохранители мои вот еще один телохранитель ходит девочки вот короче смотрите делами жарим парим идут голова кругом да у меня кругом голова это какой-то пиздец по марпасадске называется пиздец по марпасадске да он не хватает калече помогает мне видите я ему дала наказ порезать грибы для отвара надо хоть вот это дело не сделает эти девочки потому что ничего я вот я как сделала этот обосывает все там короче все сумочки не отодвигала все вымола туда стремится туда на сайт видите как сделала и туда он по краям по краям туда в край и туда в край блять по тумбочке обоссал блять своим струйным оргазмом могу уже вот суп варится топится в огороде баня жениться и горка ваня пустила картошку девочки вот и жарю грибы да вообще сегодня ненормальный день с утра девочки с утра началось мамы а стал картошку гриба будет просто картошку хочу отварить посолить укропчик маслица добавлю и все девчонки под отварная картошка и салат так компот а вот марина мы малиновые уже высохли вот у меня листья девочки вот мои малиновые суки листья верить собрала в банку поставила все на чай готова нет вы хватит вот для пользы дела так пить хочу хотела то что хочу стал жалуюсь сил нет да не могу больше не пожаловаться но я же все же как не блогер я должна вам что рассказать что у нас происходит потому что это невыносимо это просто невыносимо всегда все проблемы мой сын вешает на меня а я не взяла эту проблему какова вода все пить хочу душно дождик идет мимо пока обещали дождь он идет мимо мимо морпосаде дождя нет вот так блять проходит что ты живи девки у меня не хватает зла проблема такая сегодня после ухода мама я вам рассказывала по поводу водяных счетчиков блять да должны были позвонить они позвонили все же какой у меня сын безответственно я хочу сказать такой бестолковый такой безответственно а знаете почему а потому что всегда все вот эти дела дела вот эти да все связанные с жкх с водоканалами ну вообще вот эти дела все документами блять всю жизнь на мне были всегда он не знает куда пойти как дверь открыть как сказать он не знает я короче предупредила три дня тому назад позвонили я же за этот как его заявку отправила сказала что нам нужно проверить счетчик позвонили три дня тому назад сказали приедем воскресенье я ждите ожидайте с 8 до 10 снимать показания я позвонила к сыну сказала поставить на громкую связь и я скажу это веление чтобы потому что я знаю он может в зак пропустить мимо ушей и все но я подумала что велена девушка серьезная на нее можно положиться а оказалось нет такая же чухня как и он блять такая безответственно с тридцатый год им идет и такие безответственные блять его знаете меня вопросы у меня просто вамораживают такие люди это же уже не дети это взрослые взрослые блять предупредила сказала приедете ожидайте там возле подъезда придут делать проверку счетчиков эвелина ты говорю меня слышишь слышу перу лазик может забыть хорошо ли на викторовна все поняли поняли что вы думаете но я же не могу как блять все запоминать да надо и не надо блять поняли они курицу донили что вы думаете я и забыла пройдет к показания счетчиков фо у меня тут дом советов в голове то своих проблем нету вот надо все запомнить какого числа коли эти загранпаспорта блять какого числа начнется на валуне когда пиздовать за грибами да что сварить надо все запомнить да что приготовить сегодня сам завтра что там чтобы сделать да у меня все должно быть все завтра мне надо ехать чебоксары чтобы не со своей больной головой как бы все это не забыть девочки я всегда стараюсь вот так вот держать 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 ну я же положилась на них да не все же взрослые люди я подумала блять почему я должна это запоминать то что мне например надо показания счетчиков да значит я жду людей кровь из носу да жду и все и они по воскресеньям прижат когда выходные дни когда люди должны быть дома выходной день все они в рабочее время приезжает они тем более щебоксар кто тут будет нянчиться блять предупреждает едут да тут звонок в телефон звонит ко мне этот проверщик мужчина я пришел почему дверь закрыта тут я вспомнила девочки я звоню к сыну я рула то почему говорить а там нет я проспал ёб твою мать время 9 часов утра приехали проверка счетчиков а они спят это все это мой у меня взрыв мозга это как так можно спать блять я говорю быстро собирается я теперь перезваниваю к тому мужику и говорю он горючий баксар вы горю его будете ждать нет не буду я пойду по другим объектам буду здесь пропасать до вечера и подойду пускай ждет ладно я звоню короче к сыну говорю так и так вот будешь перезвижать целый день я грубе стыжей бессовестный безответственный как так ну как так можно вообще вот как так можно вообще блять а о чем там они мечтают блять они сбыточной любви какой-то большой блять да как вы дальше прожить ей особенно ей блять не работая ей красиво на владкины шеи наверное об этом они там мечтают планы строить в тумане в голубом блять их порвать готова обоих не могу я так теперь ладно вот всю ночь тут соседи кричали спать нам не шали я говорю надо было на улице кричали я говорю надо было окна закрывать мы в жаре спать не можем и так не едок и министром блять короля блять и едок не так и все это им не слава богу проспали нашли причину приехали звонить через 50 минут я горд на месте я теперь звоню этому мужчине он сейчас я подойду хорошо что я горд рядом долго себя не заставил ждать он уже если я приду и никого нет я больше не вернусь уже к вам мне хоть сквозь землю провалить понимаете мне хоть сквозь землю провалить от этого безответственности я просто не могу у меня мама такая же у меня такая же мама я рассказывал как-то я вам сейчас расскажу историю я рассказывал тоже на своем канале она потеряла несколько лет тому назад в 2015 году потеряла забыла телефон в хлебном магазине что вы думаете на прилавке оставил и ушла и говорит вот я оставил телефон потом как я вернулся там у них камера магазине спросила девчонки увидели могут обидели в телефон какая-то женщина зашла и сказал что ты ее телефон и забрала 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 ладно и р-мам ты заявляла в полицию не зачем все равно ничего не найдут и заявление напиши а у меня на тот момент снимал квартиру начальник полиции рассказывал со своей семьей они приехали на время проживания подменял здесь заменял применял начальника полиции отправили на пенсию и он здесь временно короче это заменял как бы должен свету они приехали сюда и сняли мою квартиру все жили они тут несколько месяцев у меня мы жили в чубаксах на тот момент и короче я говорю мам ты сходила написал заявление да написала уже прошло неделю не ответа не привета никто ничего не говорит знаете как она меня подвела мне хоть сквозь землю провались я за связываюсь с этим начальником полиция да по имени и отчества короче вот с ним разговариваю все да я помогите нам пожалуйста в чугут у вас произошло игру мамы объяснила обстоятельства дела говорю забыла телефон так и так написал заявление говорю в полицию никто ничего не шевелится я разберусь звонит значит она сейчас приду отъебись от меня нахуй мне рассказать дебил тоже не могу блять это у меня уже сердце с утра вот так стучит я не могу же ёсика сейчас владик приходил его чуть не загрызли мои осики и бусики блять его чуть на право напали он на диван запрыгнул там бежал и на диван запрыгнул они на него летят овчарки вот и короче чего он вот я поднял все документы нету говорит заявление от вашей мамы беру как так нет а вот так нету говорит я перезваниваю к матери игру мам заявление писала полицию дописал игру зачем ты врешь я же говорю связывал сейчас со своим квартирантом говорю да начальником полиции кто тебя просил нет я не писала девки не узнаете вы знаете как было стыдно мне хоть провалиться сквозь землю было вот истинный бог святая икона это вообще нормально это вообще нормально блять я за не прошу да не с вами духом я говорю сейчас встаешь идешь говорю да прям к нему кабинет заходишь извиняешься за то что ты соврала проще него извинения прощения потому что он отложил свою работу он занимался твоими проблемами человек да а ты всех обманула и меня обманула и его практически обманула я кричала ругалась ругалась короче да она пошла она пошла она пошла к нему все это сделано он попросил ее написать заявление хороший телефон нашли телефон нашли в канаше вообще вот так там нашли его через три четыре месяца нашли телефон девочки ладно телефон ее вернули и тут такая ситуация он говорит мам а пломба у него сорванная пломбу дело плиточник плитку ложил и он не было дома тогда он вообще просто плиточнику давал деньги плиточник привозил это плитку делал он месяц полтора ему эту плитку ложил в ванной в туалете очень долго-долго там забухал короче не приходил ну короче доделал ладно что он там делал он не видел что пломба сорванная вот он гордман там приедут они грамму наверное пломбы тебе делают а он приехал даже как насчет ломбы ничего не сказал он просто написал документе что пломбы нет верну значит надо идти водоканал предсказание увидят и придут запломбирует просто спросят причину почему пломбы нет объяснишь причин так и так сами посмотрим что квартира в ремонте блять мало ли там может быть сорвали плеть упала плитка и сорвалась эта пломба откуда я говорю знаю ты и ты же не знаешь ладно что дадут я говорю я ничего не знаю у меня такие ситуации не было дадут штрафа нет а он боится боится ага стыдно ему пришел ко мне с этим письмом сюда домой всеми нервы измотал полчаса просил чтобы я пошла сама а я сказала нет игру меня тоже кучу дел кучу проблем на там нехте боксара отработать блять коли на работе суббота-воскресенье он выходные дни там не работают мам ну ты можешь пораньше у меня нету машины под жопой какую тебя я говорю я ездил своими ногами да я приезжаю вечером я тоже уставший как собака я не могу там радио этого бегать водоканал ты на машине ездишь а я понимаю причину почему он не хочет идти жена не жена хуйня какая-то жена блять это не жена это так блять уеда одна блять жена у нее нету ни проблем ни завода вообще ничего они ждут когда там бабка с дедом им скинут кусок мяса блять через мясорубку прокрученные со светофора и они нажрутся его блять до глистов блять вот так сегодня короче это упрашивал упрашивал я сказала нет твои проблемы и мы решать не будем боишься пойдешь сам и все отдашь завтра говорю прям надо завтрак письмо не ждет и письмо привели это сделали проверку сегодняшним числом завтра должно это письмо уже быть копированы лежать там на столе водоканале чтобы тебя не шел тарифу блять все ключей от домофона нету я сказала блять уже полтора года не отключать домофон уходим через соседи это все нормально что когда соседи откроют еще ключи не сделаешь сказала блять и знаете я все не ругалась я еще не все ему высказала глаза и по поводу велины игру почему она не работает она болеет болеет 29 лет а я не болею она болеет а он не болеет заступается за нее я сегодня все высказала все высказала все что думала я не и о нем и вообще все ситуации сказал что квартиру он не получит вообще как своих ушей блять пускай даже она не надеется не прыгает выше меня никуда пускай она там хоть и говорят начиная кукушка перекукует пускай кукует ночи там блять я не там живут не похую на ее территории бабушки с дедушкой на съемной квартире пускай кукует но у меня куковать никогда никто не будет вот так я ему все сказала пускай думает на ус наматывает все вот так вот так девочки вот колечко не эти как и порезал какие сказал не резать эти оставил не хорошо сейчас их это на половину убавлю корж отварю и уже то это в морозилку пойдут два дуршлага здесь будет вот а это будем это я говорю сегодня колись как я коль сказала эту неделю у нас грибная собрали но сейчас обжарю морковку с луком жареные грибы с картошкой с отварной и вермишель отварю половина с картошкой половина корж вермишелью девочки все вот такая вот такое меню да очень полезно лисички вот так вот так девочки все промыла мозги взял схватил письмо и упиздил вот тут сидел а я буду сидела промывала мозги как следует хорошо он один пришел он когда один приходит тонн он может быть ну как сказать он показывает ведь что он не слушает да но он все равно слушай понимаете опускает передает она и передаст обязательно и она посмотрит она это все услышит мне без разницы мечу бояться давлять пускай знает она знает что у меня за характер хуя пускай даже не пытается залезть на меня не получится кишка тонко вот так вот такие короче были у нас это разборки сегодня разбор полетов все всех на место поставила и маму и его поставил и там еще у кое-что я ему короче смотрит уже это уже личное это уже не для всех не для ютуба я ему сдалась у них хороший пропис тонн давно у меня таких прописонов не получал пускай наматывать на ус он намотает он сделает выводы все равно я его очень хорошо знаю как не не у ну кто как не я мать да будет его знать кто лучше меня никто как будто мавелина не думал что она очень хорошо знает она не за это вот так как я знаю так все спасибо вам всем кто меня высушил вот это вот у меня с плеск эмоций вообще бешеная с утра с утра одна нервотрепка ничего высказалась блять выругалась все сидела переделала пойду суп доваривать девчонки готовить открывать эфир сейчас загрузится короче откроем эфирчик приходите вот так все бай бай